Друзья, всем большой привет! Сегодня с вами продолжим разговаривать о наградных танках за боевой пропуск. А именно, сегодня диалог пойдет у нас с вами о ФАЗе. ФАЗ-1. Это американский акционный тяжелый танк 9 уровня, на котором вы сможете прокачивать свой экипаж тяжелых танков в США. ФАЗа. Ознакомимся сегодня с вами с этой машиной. Узнаем, какие у нее преимущества, какие недостатки. То есть, пообщаемся более детально о танке. Следующее видео, которое будет, это будет видео по шарфу Тюру, который также является интересной машиной, которая стоит внимания. Поэтому присаживайтесь поудобнее, берите себе чай или кофе. Мы начинаем. Поехали! ФАЗа. Это у нас тяжелый танк США, расположившийся на 9 уровне. Имеет, так же, как и все танки за боевой пропуск, штатный большой рекомплект бесконечный. То есть, это очень удобно. Я являюсь обладателем пока что объекта 777. Если видео по нему не смотрели, обязательно посмотрите. ФАЗа. Это следующий танк, который я планирую себе брать. Поэтому сегодня хочу также с вами ознакомиться с ним, посмотреть, на что машина способна. Так что давайте будем вести этот диалог. Пушка у нас довольно интересная. Классическое американское пробивное орудие. 258 пробития 400 альфы. Имеет очень неплохой разброс. Неплохое сведение, в принципе. Все это можно доточить хорошими, правильными модулями. То есть, по сборке автомобиля этого, так сказать, автомобиля, да, танка. Я бы поставил себе вентилятор, досылатель и стабилизатор. Это моя классическая сборка американских, в принципе, танков. Она подходит для всего. По перкам экипажа это, как обычно, ремонт, боевое братство. В такой сборке мы получим ДПМ в районе 2655 очков. У нас шикарные углы вертикальной наводки на пушке. Это минус 10. У него очень мощная башня, о которой мы сейчас с вами поговорим в коллижен модели через минуту. В такой сборке мы получаем скорострельность 6.64 выстрела в минуту. То есть, зарядка в районе 9 секунд. Хорошую получаем точность 0.35 и отличное время сведения 2.28. По бронированию видим, что у машины в башне 292 мм, корпус 121. Более детально с бронёй мы с вами сейчас поговорим. По ходовке машина не самая быстрая. То есть, обычный тяжёлый танк, медленный, который медленно едет на позицию. В остальном, машина очень-очень даже интересная. Поэтому давайте сейчас с вами посмотрим коллижен. А после этого перейдём в бой, чтобы более детально, так сказать, посмотреть, как на ней играть. И на что машина, в принципе, способна в текущем рандоме. Поехали в коллижен. Коллижен модель этого танка выглядит таким образом. Видим, что у нас очень бронированная башня. То есть, литая американская башня, которая имеет приведёнки во лбу 380-365. Есть уязвимая крыша. Где... Ну, как уязвимая? Она 50 мм, приведёнки там 340. Единственное уязвимое место во лбу, это вот эта вот башенка командира, да? Которая имеет 226-225 мм. Которую вас часто будут пробивать. Это действительно так, ахиллесово питает машину, если он стоит от башни. В дальномеры будет очень сложно попасть. Поэтому в лоб башни, если вы стоите особенно от рельефа, вас будет крайне сложно пробить. Особенно, если вы стоите ещё и повыше. То есть, что вас стрелять будут сверху вниз. Вас точно никто пробивать не будет. Никакая девятка, никакая десятка. Разве что, возможно, танки, у которых 450 пробитие аккумулятивом. Но таких машин крайне мало. По корпусу у нас 120 мм. ВЛД приведёнка неплохая. Там 250-270 до 330 мм. Это тоже неплохо. Большинство танков вас пробивать не будет. ВЛД. Ну, только вот этот люк мехвода, да, он пробивается. НЛД, как обычно, рыхлый. 206 мм. Несмотря даже на углы. Рассчитывать на то, что от НЛД будет отлетать что-то. Если вы в бою с девятками, я бы не стал. Борт у нас неплохой. То есть, 300 мм. Есть 200. Конечно, танковать от борта широким углом вы не сможете. Опытный игрок вас в корму просто пробросит. Но кое-что отбивать машина также способна. Если держать острый угол. Поэтому по броне. Давайте пройдём ещё раз. Уязвимая зона – это башня. Командира она на всех американских танках. Кроме, конечно, Т110Е3. И в последнее время я заметил, что Е5 не каждым выстрелом пробивается. И это НЛД. Плюс, также иногда будет залетать в люк мехводом. В остальном машина очень даже неплохо сбалансирована по бронированию. Теперь давайте посмотрим с вами бой. Поехали. Бой у нас сегодня будет на карте Калерия. Карелия, прошу прощения. Попал игрок с ником Bloodgun. Сетап с восьмыми уровнями. То есть всего три десятки. У нас идёт штурм. Он играет по модулям. Это вентилятор, досылатель и стабилизатор. Как мы с вами говорили. Также у него есть голдовый расходник на улучшение характеристик. Доппайок. Десять у него ББшек и двадцать восемь кумулей. То есть по ББ у него пробитие, как мы с вами говорили в ангаре, двести пятьдесят восемь миллиметров. Кумулем триста сорок. Также у него имеется пара фугасов. Как видим, у танка сорок снарядов. Этого должно хватать на бой без каких-либо, как мы говорим, всегда проблем. Принимает решение ехать на левый фланг. Здесь очень хорошая позиция, потому что фаза будет стоять ближе к камням, стрелять снизу вверх. У него есть также возможность перекатываться за холм, играть от башни. Как мы с вами говорили, башня у этого танка шикарная. То есть очень хорошо бронирована. Кроме вот этого вот лючка. Светится джессор в центре. Хотел он забросить скорее всего по нему сходу. Но, как видим, там рельеф не позволил бы. Друзья, я вам также напоминаю, если вам нравится мой контент, нравится то, чем я занимаюсь, вы можете помочь мне в развитии канала. Достаточно просто подписаться на меня и поставить лайк этому видео. Также можете написать комментарий. Друзья и ребята, которые подписаны на мой канал, они знают, что я на все комментарии отвечаю. Так что буду рад вашей подписке. Проезжает он у нас в квадрат А9. Пока что никто не светится из противников. Сзади его поддерживает союзная пантера. Я, как обычно, не изменяя себе, не смотрел бой. Потому что я хочу формировать мнение, скажем так, в реальном времени. Чтобы мои эмоции были максимально естественными. Поэтому давайте смотреть его вместе. Танканул он уже черриотиран на 390 очков прочности. Выкатывается на него Т-30. Как видим, он стоит от башни. СТРВ смогла ему забросить, скорее всего, ВЛД. Потому что он откатывался. И там имеется такая плоскость. То есть СТРВ-К, она была повыше, чем он стоял. А там сверху вниз забрасывать ВЛД, в принципе, проблем никаких не составит. Будут на него здесь выкатываться танки противника. Здесь для него самое опасное это Т-30, конечно же. Так, куда он его пробивает? Видим, в маску его никто не пробивает. Скорее всего, это был выстрел ВЛД. Дает шот по Т-30. У него прошло буквально 1 минута боя. У него же 1600 урона. Как мы знаем, в сетапе штурм времени на бой дается меньше. Там, по-моему, 9 минут дается, да? Он здесь занял позицию. Стоит рядом с союзным Леопардом. Сзади его прикрывает Т-110Е3. И Фердинанд также способен, по идее, пробросить. Да, способен. Приезжает очень неприятный противник, Як-Панцир Е100. Танкуют гусеницы Як-Панцир Е100, как видим. Прошу прощения, иногда Борт также способен отбивать какую-то часть урона, да? Яга очень опасный для него противник. Потому что может забрать сразу 1000 очков прочности. А то есть ваншотить, не дай бог, конечно. Счет у нас 1-4. То есть видим, что противники очень активно обороняются, активно давят команду союзников. Он здесь, в принципе, стоит, грубо говоря, один. Противники могли бы на него, конечно же, выкатиться и добрать, как это обычно бывает. Забрасывает отличный шок по СТР ВОКЕЙ. Так, выполнил у нас часть ЛБЗ, но все под контролем на ТТ. Снова подкатывается Яга. Он зарядил уже кумулятивы. Фаза – это машина для обороны просто шикарная. Потому что у него есть отличная броня башней. И у нас такие карты с вами, друзья, где можно реально играть от рельефа. Для подобных боев эта машина более чем подходит. Потому что действительно обороняться сегодня, играть в позиционку нужно и можно. Потому что большинство боев, они либо Турбослив, либо Стоялова. И вот на большинстве карт, на фазе, если знать позиции, реально можно набрасывать большое количество урона. Это хороший танк за очки боевого пропуска. Я себе первым танком выбрал Объект 777. То есть мне он ближе по духу. Но, тем не менее, если вы любите американские тяжелые танки, если вам нравится игра на Супер Першинге, допустим, эта машина вам может подойти. То есть она от башни очень сильна. У нашего сегодняшнего героя уже 4400 урона. 4300 заблокировано. Видим, что он уверенно удерживает это направление. На него противники не выкатываются. Яга уже вот хотела выкатиться. Получила по самые не хочу. Счет у нас 3-7. Очень неприятный. Он играет сейчас в данном моменте на кумулятивах. Кумулятивы очень пробивные. 340 миллиметров. Этими кумулями он способен делать реально неприятно противникам. Приехал в спину Концепт. Здесь ему очень сильно нужна помощь. Потому что Концепт крайне неприятный танк. Ягу нужно добирать. Потому что если он начнет отвлекаться на Концепт, Яга выйдет его и убьет. Это однозначно. А если не убьет, то оставит шотным. Отлично. Выкатывается аккуратно. И в пиксель НЛД пробивает Ягдпанцирь Е100. Счет у нас более-менее выровнялся. 6-9. По хп команды равны. Я бы не сказал, что кто-то выигрывает. Там буквально небольшая разбежность. Непонятно, чем занимается Концепт. Если честно, он мог выехать и в борт, или в спину ему набрасывать. Но решил отвлекаться на союзников. Нужно добирать СТРВ-К. Дает по нему шот. Отлично. Оставляет его шотным. Правильно. Нужно ехать вперед. Впереди вот рядом с СТРВ танков больше нет. К сожалению, не получается добить. Попадает в экран. 6100 урона у него есть. 4600 заблокировано. Это очень неплохие показатели, как видим. Танк действительно способен в правильном положении танковать. И танковать очень много. Потому что, как мы уже с вами говорили, башня очень-очень бронирована. Добирает он СТРВ-К. И помогает союзникам с Концептом. Не получается сходу попасть. Как видим, сегодня ВБР не на его стороне, да? Для таких дальних выстрелов. Но он сводится спокойно. И на этот раз уже дает с пробитием 416 альфы. У нас 400 урона за выстрел. То есть, это тоже неплохо. Стандартный, в принципе, показатель американских ТТ. Не рекорд, но и не мало, да? Не 360. Видим, что много танков было в центре. Переключается на ББ. Это абсолютно правильно. Зачем тратить лишний кумулятив? Видно, что игрок достаточно скилловый. Понимает, как нужно играть на этой машине. Приятно смотреть такие бои, когда люди не просто там, да? Голдострелят. Хотя я лично ничего против голды не имею. Но, тем не менее, были у нас некоторые игроки, кому просто не нравятся голдострельные бои. Я этих ребят абсолютно понимаю. То есть, неприятно, да? Когда на тебя выезжают танки, начинают сразу прошивать голдой. А голде плевать на твою броню и на все такое. Ну, в текущий рандом, если разработчики дали возможность стрелять голдой, то почему и не стрелять? Конечно, многие могут сказать, что это уменьшает твой скилл. То, что ты там не выцеливаешь. Но, тем не менее. Я говорю в каждом своем ролике, если от вас зависит исход боя, то вам необходимо быть результативным каждый выстрел. И для этого нужно стрелять голдой. Добирает он вражеский чариотир. Прикрывает Е3 своего. Нужно добирать концепт. Он остается для концепта шотным. Это очень неприятно. Он шикарно просто разменял сегодня свое хп. То есть, за первую половину боя. Очень достойно отыграл. Удержал направление. В спину приезжает прогетто. Очень опасный танк, который способен наделать боли. Его нужно убирать в первую очередь, что он, в принципе, и делает. 4 фрага. 7500 урона нанесено. И 5500 заблокировано. То есть, мы видим. Если у вас есть поддержка союзников, вы на этой машине способны реально сдерживать направление в одиночку. Потому что вот этот фланг, он удержал абсолютно сам. Поехал вперед Е3. Необходимо его прикрывать. Видим, что на захвате стоит один танк противников. Это Леопард. Вот он засветился. Там также есть АМХ 50-120. Добирает он Леопарда. Счет у нас 12-12. Теперь уже 13-12. И остается всего два танка противников. Это Концепт, который может убить с выстрела нашу фазу. И это Вафлепазик, который также может убить нас с выстрелом. Е3 вкатывает вперед. Будем надеяться, что он доберет его сразу. Не придется с ним кружиться. 57 секунд остается до конца боя. Наш сегодняшний герой, я напоминаю, играет в сетапе Штурм. То есть, если время закончится, они автоматически выиграют. Он зарядил фугас на Вафлепазик. Но, увы, он не попал. Я бы на его месте не старался дать по фазику. По фазику. По Вафлепазику, прошу прощения. Я бы старался добить Концепт. Потому что нужно помогать союзнику. Вторым выстрелом со взводной попадает. Он фугасом промазал. 9 фрагов у них на двоих. Я так понимаю, не получается у Е3 добрать фазу. Со взводной добивает бедного Вафлепазика. И нужно помогать с фазой. Добирает все-таки третью фазу. Друзья, и такой вот у нас получается бой. Если вам понравилось это видео, палец вверх. Подписка и комментарий. Удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok